Для него это становится образом мысли. А если это стало образом мыслей, то, понимаете, вы начинаете видеть эти вещи в обычных жизненных каких-то событиях, сценариях, цепочках событий. То есть до этого вы смотрели на цепочку событий как некую, ну, случайную, допустим, а теперь вы думаете, ой, вот это событие напрямую связано с этим, потому что вот это событие вызвало в голове людей, к которым оно обращалось, те или иные действия, да, вот, и как бы они, в результате этих действий произошло то-то, то-то и то-то. Ну, наверное, для бизнесменов самый понятный здесь пример такой. Путин подписывает закон только что про 15-процентный налог, правда? Значит, с этим связано много разных интересных историй. Там есть какие-то аналитики, которые ему посчитали, посчитали, да? Что если у нас свыше, что там, 5 лимонов в год, да? Там я точно не помню цифру. 5, да? Вот. Ну, вот как бы есть какие-то распределения доходов у человечества нашего русскоязычного, российского человечества, да? Вот. Ну и вот где-то там начинается эта грань. 5 миллионов в год. Так сказать, таких людей немного, но если посчитать, как это, интеграл дохода по оставшейся части, ну, короче говоря, посчитать весь оставшийся вот этот доход и от него отрезать лишние 2%, то получится некоторая величина х. Они ему и докладывают, что дополнительный сбор будет х. Вопрос. Почему это в корне неверно? Отвечайте. Это очевидно, правда? Это очевидно. А вот теперь смотрите. Я немного... Еще раз, пожалуйста, Олег. У тебя как раз микрофон. Ну, увидев, что... Нет, микрофон вот так вот. Как рок-певец вот так. Микрофон вот так вот. Увидев, что перейдя границу в 5 миллионов, я должен заплатить лишних 2%, я сделаю все, чтобы эту границу не перейти. Отлично. Следующий вопрос. Как изменится вот это распределение визуально? Оно вот так изменится. Тут этим не видно, да? Сейчас. Просто, чтобы было понятно. Чтобы было видно. Оно изменится вот так. Ну, ясно, да? Но кто-то не может ничего укрыть уже в силу его специфики бизнеса. А все, кто смогут укрыть, они укроют тем или иным образом. На супругу перепишут, на деток родных, на тещу, да? На друга детства, который тебя не кинет. Понимаешь? Если хоть тещу можно отследить по каким-то этим... А друга детства, ты как отследишь-то, да? Он тебе не сольет. Да? Ну вот. И ясно, что будет вот так. И эти, значит, 2% от этой суммы, это полный бред. Сколько реально будет? Да. А вот в какие разы? В какие? А вот на этот вопрос я просто сделал... А мне было такого очень давно, 13. У нас нету реальности... Вот смотрите, сейчас вот очень важно. У нас нет реальности, исходя из которой мы можем спрогнозировать, сколько будет укрыто. Никакой. Потому что реальность 25-летней давности никакого отношения к сегодняшней России не имеет, когда все вскрываем все налоги. Вообще ни малейшего. И поэтому честный ответ теоретика-игровика, он звучит довольно странно и обескураживающе. Кажется, что любой нормальный человек ответит так же, да, кто в теме. Эти цифры вранье, настоящих мы не знаем. Но, как тут, как вы понимаете, я сам сейчас вот себя, что называется, спалил. Зачем тогда теоретики-игровики, если и так любой нормальный человек это скажет? Ну, например, для того, чтобы в совещаниях, которые посвящены этому вопросу, совсем уж дебилам из чиновников что-то объяснить. Я пытался, у меня было несколько выходов на людей, но даже, в общем, я участвовал в определенных обсуждениях, я всегда был за то, чтобы оставить все как есть, не надо ничего трогать, отличная 13-процентная шкала, все идеально, никто никуда не уводит, невозможно ничего вести, потому что никакого нет стимула. Нет, там орут, всегда встают коммунисты, начинают орать, что я против бедных людей. И всегда, это всегда этим заканчивается, любое обсуждение заканчивается тем, что люди с точки зрения, ну, вот, такой, что не трогайте то, что работает, они оказываются против бедных людей и, конечно же, в проигрышах. Разве можно быть против бедных людей? Ни в коем случае нельзя. Ну, вот, вот такая вот история, она чисто теоретико-игровая. На самом деле, вы видите, да, что образ мыслей, присущий теоретико-игровикам, на самом деле, ну, у любого бизнесмена по жизни должно быть, ну, он должен быть выработан. Так, ну, давайте пройдемся по нескольким сюжетам из этой презентации. Вот, ну, вот у меня есть вот эта вот задача по мотивам гостей из будущего. В сущности, примерно в стиле того, что мы сейчас обсуждали, только в гротескном плане, это еще один, вот, на тему того, как мыслят люди, как они реагируют на принимаемые законы. Сейчас будет некая фантазия. Значит, попомните эти, флипнуть до космодрома из Алисы, да, там было, вот, робот Вердер, да, вот. Ну, вот, представив себе такие, такое будущее, да, и эти звездолетики маленькие, ну, не звездолетики, на самом деле, просто такие маленькие кабинки, которые как-то там вот перемещаются в воздуху. Ну, такой принцип каршеринга, можно себе вполне представить, что будет на них. И рычаги, которые постоянно ломаются, потому что, естественно, спустя уже не сто лет, а пятьдесят с небольшим, люди-то остались теми же, кому-то надо побыстрее, кто-то там просто неряшливо с этим всем, как бы невнимательно обходится. Ну, и вот есть ремонт, он стоит конкретную величину каких-то денег будущего. Вот, и вот, значит, что у нас теперь есть. У нас три великих империи остались на Земле, условно назовем гирляндией, лимонией и чемоданья, чтобы не гадать, что это за империи. Вот, и вот у нас совершенно разные правила эксплуатации звездолетов, звездолетов этих в трех империях. В первой империи поломка ненаказуема, нужно просто сообщить в ремонтном бюро. Сломал, нажал кнопку, звездолет с таким-то номером, выезжает группа починки, чинят. Вам говорят спасибо и просят больше не ломать. В чемодане гражданин сообщает о поломке и лично вносит деньги, которые нужно на ремонт. То есть он берет все издержки в точности на себя. И в лимонии поломка, в лимонии это такая тирания, это, значит, государство, ну, наверное, это типа там Китая что-то. То есть это такая империя, где сразу очень жестокий штраф, ну или Сингапур, не знаю, то есть сразу очень большой штраф. В десятки раз превосходящий стоимость ремонта, да. Вот, и вот, значит, предлагается подумать, здесь нет, это не задача по математике, это задача с открытым концом, предлагается просто подумать, что будет происходить в той или иной стране, какие риски в соответствующих институтах, связанных со звездолетами, заложены в каждой из трех стран. Вот, и, соответственно, ну как бы, и все, это все, что предлагается подумать. То есть, как бы, вопрос такой, что в какой стране наиболее экономно тратятся народные средства в плане организации работы звездолетов. Но я сразу предупреждаю, что тут нет никакого однозначного ответа, именно задача наобсудить. А потом мы уже перейдем. Кстати, очень много моделей теории игр устроено так. Пишется модель, вроде все соглашаются с ней, все согласны, что она отражает реальность вполне адекватно. А дальше в ней возникает огромная куча равновесий разного рода, то есть разных общественных договоров, совершенно разных, каждый из которых устойчив. То есть, если все верят именно в этот общественный договор, то он и будет дальше происходить, каждому невыгодно от него отклоняться. Но есть и другой вид общественный договор, который тоже устроен так же. Если все верят, что все так делают, то каждому тоже хочется делать именно так. И возникает следующий окончательный вопрос. Приходит политика, говорит, ну хорошо, ну вот у вас игра, вроде правильная. Вот у вас N равновесий, а какое из них будет? И тут опять теоретика игры говорит, не знаю, это не ко мне. Я могу только посчитать список всех равновесий. То есть, теоретический игровик может сказать только одно, чего точно не будет, да, как вот здесь. Точно не будет собран тот сбор, который объявлен экспертами и доложен Вадимом Владимировичем. Это точно. А вот более подробно мы сказать не можем, потому что мы не понимаем, в каком равновесии будет игра, насколько жестко будут отыскивать вот эти переведенные на тещь там и друзей средства. Ну вот, собственно, у нас прекрасный эксперимент, мы посмотрим. Единственное, спасибо тебе, Господи, да, что он не скинул до 5% для остальных, как Зюганов предлагал. Понятно, да? То есть, в этой ситуации потерь для государства не видно. То есть, максимум, что будет, это весь налог будет переписан до 5 миллионов, вся база, да? И будет просто собрано столько же, сколько было, и все. Да, будет просто 13. Это вот, я говорю, хорошо, давайте вы там можете сколько угодно кричать там про бедных, но самое главное не снижать налог для них, потому что сейчас бедными прикинутся все. Вот давайте, хотите, поднимайте. Ну вот они, видимо, и решили, что если хоть какой-то фронт они хотят отвоевать, ну пусть отвоюют этот. Вот, но если бы здесь допустили там до 10, ну понятно, просто налоговая база будет. То есть, это было бы строго хуже с точки зрения сбора налогов. А так, ну, сейчас вот будет отличный социальный эксперимент, все будет видно. Ну, я не знаю, у кого какие прогнозы, да, я не знаю. Я бы сказал, что в два раза меньше будет собрано. Потому что примерно половина бизнеса не может ничего вести в силу этих временных условий. Больше, да? Но там же еще есть эгрессивная шкала по низке, а она действует с вторым фактором. Поэтому, возможно, такое будет у них как? Нет, вообще есть. То есть, условно говоря, от 5, ну то есть там, где идут там наемные так-менеджеры, то есть от 5 до 10 миллионов, там, скорее всего, никакого падения доходов, ну там, средний по индивиду не произойдет. То есть, скорее всего, там, вот уже там, где, ну, условно говоря, выплаты дивидендов, хотя, ну там, ну, дивиденды, она не распользуется. Ну, то есть, какие-то имущественные налоги, вот это вот, ну, сдача в аренду, вот там может произойти какое-то изменение. Ну, то есть, ваш прогноз, это будет 50% собрано или все-таки больше, или даже меньше? Да, больше. Больше. 20% потеряет страна. Прибает. 20-25% прибает. Нет, не прибавить, я имею в виду, вот они объявили некую цифру, которую они получили вот таким образом, они, так вот, от нее будет собрано сколько? Собрано. Нет, не, а я считаю 80. 80, вот, вот уже, видите, два мнения какие. Я сказал 50, тут есть мнение 20, мнение 80. Ну, вот и посмотрим, это же, как бы, сейчас нет смысла спорить, мы просто поглядим. С какого момента это действует? С Нового года. С Нового года. Через полтора года мы ее увидим. Поднимайте, пожалуйста, руки для комментариев, я буду микрофоном. Да, 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 конечно. У нас беседа, у нас беседа, у нас, так сказать, не это самое, надо понимать, что это не лекция, это так, для ориентировки, а так у меня очень много чего вам рассказать разного есть, и в частности, интереснейшие моменты, которые в тот момент еще, когда мы презентацию делали, отсутствовали. Это теоретико-игровые аспекты развития этой эпидемии. Там есть один, так сказать, там, в общем, там есть о чем поговорить. Так, хорошо, ну, вот смотрите. Итак, то, что стоит 200 динар, в одном месте обходится в ноль тому, кто сломал, другому 2000, а третьему в 200. Ну, вот что, например, будет, что здесь? Здесь, как бы, здесь понятно, что никто не будет ничего нарушать, что стоит нажать кнопку и сообщить о поломке. То есть все поломки будут быстро выявляться, и все звездолеты быстро чиниться. Но, вот что здесь но? Вот есть ли здесь какое-то но? Правильно. Звездолеты будут ломаться очень часто. Люди не несут своей финансовой ответственности. Им пофиг. Они будут ездить, как хотят. Как это? Лихачествовать и так далее. Ага. Я в лимонии, я думал, куда говорится, живем в Верландии, чтобы подозначить... Нет, 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 там границы. По коронавирусу разная политика. Границы навсегда. Нет, это три полностью не связанные. Ага. В Верландии, наверное, это важно, чтобы не заменить на кнопку. А все равно мы в трассах платить, чтобы не тратить. Не, ну, может быть, там, технические какие-то решения. Но, то есть, идея такая, что здесь слишком часто будет ломаться то, что может ломаться. Вот так. И это проблема неснимаема, проблема халявы, проблема фрирайда, да? То есть, ну, вот так. А? Немцев уже нет. Они перебились. Не, ну, по разным причинам. Немцев здесь больше нет. Так, теперь идем дальше. Ну, значит, попробуем начать с лимонии теперь. Оставим эту чемоданью. Лимония. Что происходит в лимонии? Вот так, если представить. Закрыть глаза и попытаться представить. Возможно, меньше использовать будут, потому что будут бояться платить штраф. Значит, первое, что если даже правила, которые имплементированы, являются обязательными к выполнению, то эти звездолеты будут использоваться слишком аккуратно. Есть же оптимальная степень аккуратности. Я как-то, значит, давным-давно застопил в Норвегии одну бабушку, 80-летнюю, ехал в горы погулять, застопил, и она ехала 15 км в час примерно в течение 20 км. Я был очень уже не рад, что я застопил, но уже как бы не выйдешь. Она реально ехала, вот она просто ехала, как велосипед, я бы бежал примерно с такой скоростью. Вот, ну, потому что, как бы, надо аккуратно ездить. Норвегия – это страна, в которой впервые в истории, впервые вообще за всю историю всех стран, да, за целый год не было ни одного спертельного случая на дорогах. И они сверх гордятся этим, да, то есть это такая страна вот такого медленного-медленного движения. Ну, блин, у меня один день, мне нужно погулять, там даже полдня, на самом деле. И вот я еду на этой бабушке, и я, да, смешанные чувства. Ну, и это как бы понятно, да, ровно это будет. То есть все будут слишком аккуратны, из-за этого будет, ну, теряться время, которое могло быть пострачено на интересные совещания, на какие-то решения, там, творческие, да. То есть здесь наоборот будет эффект, люди будут бояться. Но есть еще один эффект, если ремония – это не Китай, а Россия, то люди просто не будут сообщать, они будут сматываться с места происшествия, да. Ну, Китай, Китай, там, наверное, это не штраф, а расстрел сразу, вот, так что, скорее, Китая тут тоже нет. Но вот если здесь сделать слишком большой штраф, то люди не будут его, будут пытаться его не платить, смылся и побежал. Дальше вопрос, возможно ли это, может быть, технически в 2084 году все эти проблемы, связанные с побегом, будут решены. Тогда останется только. Ну, а возникает целая серия всего, страховка рисков, там, много вокруг этого. Здесь, вроде бы, все будет очень круто, то есть человек будет ровно настолько аккуратен, насколько он, как бы, должен быть аккуратен, ровно на эти 200, значит, на штрафы до 200 динаров. Но тоже момент. Это если социальный, общественный договор будет действовать правильно, то есть если люди будут лояльны тем, кто принимал этот закон, если они будут его частью. То есть это, грубо говоря, мы договорились, мы договорились о том-то, том-то и том-то. И все люди говорят, да, это совершенно справедливо и правильно, и я буду делать ровно так, как сказано. Но если очень много несознательных людей, или если правительство здесь не пользуется уважением, да, среди большинства населения, то тоже будут убегать, как и здесь. И узнать, как это будет, какое равновесие сложится, да, если вокруг вас все говорят, нахрен, чем мы будем тут что-то ремонтировать, да. Мне кажется, здесь еще момент, основной цифры штрафа, да, то есть сколько это доходов усиления будет. Потому что сейчас у нас есть штраф, который ни за что не нарушится, а превышение скорости, ну ладно, 50% за что не доедут. Ну я для простоты вот здесь написал, что эта сумма необязательно, сейчас где-то у меня тут было написано, сумма необязательно, да, вот, не очень большая сумма, но ощутимая. Ну, грубо говоря, допустим, это 1000 рублей для сегодняшнего мерка, а так 10 тысяч, ну вот примерно вот так. Ну и вот, соответственно, как бы вот эти вот 1000 рублей, да, ну сломал, вроде стыдно, заплати ее, иди дальше спокойно, живи. Либо такой общественный договор, что никто это не делает, все на это плюют, да. Как у вас в городе носят маски, каким способом? Блин, у меня даже с собой ее в кармане нет, я уже за два дня успел забыть про весь этот шухер в Сибири, гораздо меньше он. Ну, да, на бороду, у нас называется в Москве маски на бороду, приказ маски на бороду, вот, но когда менты, сразу раз, и маски на нос. Ну, маски на бороду, маски на нос, да. Вот, ну вот, так сказать, вопрос, да, то есть, в силу того, что не один я, а очень многие считают, ну вот эту всю истерию сильно-сильно надуманной, я не буду сейчас как бы настаивать, что я прав, но в силу того, что так, как я считают довольно многие, возникла, ну, такая культура неповиновения с разными подмигиваниями, соответствующими шутками про это, да, то есть, возникает большая культура неповиновения, действующая сейчас вот этой вот, так сказать, даже не центральной государственной власти, но вот власти, которая связана с этой эпидемией. Вот, и вот если такая культура возникнет, то здесь тоже ничего хорошего не будет, то есть, тогда, может быть, даже с точки зрения государства, лучше было бы и две тысячи сделать, да, то есть, здесь вот не очевидно, сравнение совершенно не очевидно. Ну, вот мы поговорили про эту задачу как ситуацию из теории игр, и, как обычно, никакому выводу не пришли. К этому надо привыкать. Теории, короче, мало выводов. В ней, как бы, взгляд есть взгляд, а выводов мало. От нее очень много ожидают. Я езжу, развенчиваю завышенные ожидания, мои коллеги говорят, что ты творишь? Ну, как бы, нас всюду зовут, во все экспертные советы, да, а ты ездишь своими лекциями и развенчиваешь ожидания, да. Я говорю, ну, мы же, как бы, ученые, ученые, это человек, который честно говорит, что достигнуто, а честно, чего еще не понято. Ну, идеальный ученый устроен именно так. Вот, поэтому уж простите. Вот. Ну, собственно, теория игр, есть совершенно четкая, вот, в одну фразу, да, теория игр, это определение теории игр. Теория игр называется анализ конфликтов на основе математических моделей. Анализ конфликтов можно проводить на основе любых соображений. Конфликт — это то, что пронизывает всю нашу жизнь. Бесконечное количество конфликтов, в которых все время все мы так или иначе вовлечены, и можно какие-то конфликты рассматривать с математической точки зрения, какие-то с психологической, какие-то там социальной, социологической, политической, с любой. Можно рассуждать в рамках любой гуманитарной науки о конфликтах. Но если вы начинаете их оцифровывать и рассуждать с точки зрения математики, то это строгое определение теории игр, это вы занимаетесь теорией игр. Обычно вставляется моделька, пишется действие игроков. Либо говорится, что все одновременно действуют и дальше какие-то выигрыши в зависимости от того, какая ситуация сложилась, либо последовательные действия. Вот этот может пойти так, так и так, и этот может пойти так, так и так. Но такое дерево, строится дерево взаимодействия. И в конце, самое главное, в конце прописывается, вот если ситуация вот так закончится, то будут такие-то списки выигрышей у игроков. Если так, то другие, если так, то третьи, да? И вот эта вся начальная, вот эта вся кухня должна быть в начале анализа. А в реальности ее обычно очень трудно получить. То есть написать такую математическую модель, чтобы она была адекватной, очень сложно. Обычно решить ее потом гораздо проще. Вот, поэтому там всякие интенсивы, я читаю интенсивы в Сбербанке. Корпоративный университет Сбербанка, знаете такое место? О, вы были, да? А не на моих ли, нет? Нет. У меня вот как раз по себе игр там. И всегда недоумение, что я же им рассказываю просто теорию, я не решаю за них задачи. Я говорю, ну а вы ожидали, что я решу, что ли? То есть вы сейчас вот целый год переговаривались там по своему случаю спорному, да? Целый год вели сложнейшее взаимодействие с 10 людьми, с разными амбициями, с разной культурной, значит, начальной базой, да, из разных мест. И вдруг пришел какой-то волшебный Гарри Поттер и, значит, сразу этой самой палочкой все разрешил? Вы реально на это надеясь или нет? Ну и люди говорят, да, это, конечно, вряд ли будет. То есть возникают завышенные ожидания к математике. Вот они как бы сейчас всюду, когда-то 20 лет назад на математиков смотрели в ужасе, как на каких-то полных изгоев, которые зачем-то там что-то пишут в тетрадке. А сейчас, ну из-за нашего гаранта, который ее очень любит, все наоборот смотрят как на спасителей, которые должны прийти и решить любую ситуацию. Но это тоже неверно никак, ни в каком смысле слова неверно. Математики так не умеют. И в теории это тоже так невозможно. Но как бы это самое время от времени письма я получаю, что Алексей, я никак не думал, что ваш интенсив двудневный будет полезен. Он был страшно интересен. Но то, что он был полезен, я никак не думал, даже когда туда ехал. А вот тут возникла ситуация. Хотите, покажу. И показывает такую легкую простую игрушку в два этапа. Он говорит, внезапно, решив ее вашим методом, я получил неожиданный результат и выиграл дело. То есть иногда такое бывает. Вот иногда, понимаете, это бывает очень редко, но иногда такое случается. То есть это образ мыслей. Так, образ мыслей и, значит, образ мыслей, в котором вы всегда пытаетесь что-то оцифровать. Но хорошо, это некоторые вехи. Я не думаю, что нам они сейчас сильно интересны. Но все-таки очень вкратце, да, вехи становления нашей науки. Наука наша очень-очень молодая. То есть если нормальной центральной математике 3,5 тысячи лет это как минимум, на секундочку, формулы полного, полные формулы всех прямоугольных треугольников с целыми сторонами, это очень непростая задача, которую может осилить каждый там десятый школьник при очень серьезном погружении, были известны индусам 3,5 тысячи лет назад. Причем сейчас это огромная мистика. Непонятно, как они могли их получить. Угадать их почти невозможно. Ну, вплоть до того, что можно мистику привлекать, если какие-то, не знаю, какие-то инопланетяне им продиктовали или еще как-то. То есть это совершенно непонятно, откуда они их взяли, но дополнительно известно, что у них они были. Пифагор их уже практически доказал. Строжайшее доказательство этих формул — это 3 век, диафант Александрийский, величайший математик, наследие которого еще до конца не изучено и никогда не будет, потому что 7 из 13 томов сгорели в 8 веке в Александрийской библиотеке при пожаре. И 6 из этих 13 первых породили, в общем, все идеи современной математики. Это такой, на самом деле, величайший ум, который очень малоизвестен, диафант Александрийский. Ну как мало? Нет, ну кто математикой занимался, знает, что такое диафантовое уравнение. Это, естественно, в честь него. Диафантовое уравнение, диафантовое приближение, все такое. И он выписал строжайшее доказательство вывода вот этих вот троек. Это было очень серьезное математическое достижение 1700 лет назад. Евклид доказал бесконечное количество, ну, теорема о бесконечном количестве простых чисел, что тоже представляет трудное логическое рассуждение, доступное далеко не всем. В общем, это было у них, это было четко, он требовал со всех учеников, что называется, если кто-то не мог это воспроизвести, он просто выгонял таких учеников и все. Вот, то есть это как бы, это очень старая наука математика центральная, это старейшая наука, и, в общем, по сравнению с ней теория игр, это просто младенец. 150 лет, ну, 200. То есть первое, сколько-нибудь разумное, вот то, что можно уже назвать игровым рассуждением, это Курно, 1838 год, он рассуждал так. Он говорил, что вот во Франции там есть, были такие рынки продажи зерна, на которые разные фермеры свозили зерно. И проблема в том, что если слишком много свезли, то очень получается низкая цена. Вот все завалено, и как бы, ну, и там по копейке, да, ну, как бы это совершенно невыгодно тем, кто привез. И они пытались между собой как-то договориться, а договориться сложно, потому что это не век имейлов и телефонов, да, там, ты посла этому на лошади, там, туда бежит твой посол, говорит, слушай, дорогой, давай это, поменьше привези, ну, ты че, да? Тот говорит, да, да, конечно, конечно, и ты тоже поменьше. А потом оба друг друга кидают. То есть, как бы, у каждого есть стимул кинуть второго, да, вот он привезет поменьше, поэтому цена будет высокая. Так я по этой высокой цене продам фермеров-то 10 штук, ну, я побольше привезу, так, из-под полы продам. То есть, начинается вот это взаимодействие, которое Курно угадал и четко описал в рамках теории игр, он назвал это, он не назвал это, ну, равновесие, равновесие называется равновесие по нашу, но изобрел его Курно. То есть, он написал именно эту логику, он говорит, мы предсказываем, что после долгого взаимодействия они привезут ровно такие количества, при которых, если я послал своих шпионов и узнал, какие количества привезут все остальные, то мой оптимальный выбор ровно то количество, которое я привезу и которое тем самым станет известно шпионам других. Вот это логика, да? Впоследствии названо равновесием по нашу. То есть, смотрите, я думаю, сколько привезти, я смотрю, сколько вы привезли. Так, там 2 тонны. Ага, тогда мне, так, я считаю мои там издержки, то все, может быть, немножко другие, чем у вас, да? Так, мне выгодно привезти тогда 2,5 тонны. Ну, хорошо, так и сделаем. Вы посылаете ко мне агента, он видит, что у меня 2,5 тонны, возвращается к вам, говорит, так, при этом, так, если мы вместе привезем, значит, да-да-да-да-да, будет такая, будет такая, так, мне выгодно привезти 2 тонны. То есть, получается, что нам выгодно ровно то, что мы подсмотрели. Вот это самая центральная идея теории игр, самая, идея номер один. То есть, равновесие — это ситуация, когда дополнительно полученная с помощью шпионов информация не несет изменения вашего поведения и ваших стимулов. Ну, и вот в этой ситуации он написал, что будет на таком рынке, и это, так сказать, это первая теоретика игрового исследования. Между прочим, он уже брал производную, которая к того времени была известна. А почему ему надо было брать, откуда вообще могут возникнуть тут производные? Понимаете, как устроена жизнь? Что когда он уже послал шпионов, функция прибыли, она как-то себя ведет. Его собственная, в зависимости от того, сколько он привез. Я прошу прощения, вот с этой стороны не будет видно. В общем, здесь нарисована такая кривулька. И, ну, пока она растет, надо увеличивать. А если, наоборот, уже с каждым новым центнером общий навар от всех продаж начинает уменьшаться, то надо, наоборот, отставать сюда. Ну, и вот принцип фирма состоит в том, что в случае оптимального количества малые изменения ничему не влекут, почти не влекут изменения. Это вот, это принцип фирма нахождения максимума, 1600, там, какой-то год, 50-й. Вот, и он уже, Курно уже им свободно пользовался, когда находил решения индивидуальных вот этих вот задач производственных. А потом их соединял между собой вот в этой равновесной логике. Получал систему уравнений весьма непростых. Он ее решал, ну, и прогнозировал то, что больно. Дальше, то, что чаще всего в половине всех взаимодействий, которые выдаются описанию, на самом деле возникает дерево разветвлений таких, как бы, возможных ходов, строго последовательное. Сегодня ходит ваш контрагент, он либо подал в суд, либо там отказался от части чего-то, либо кому-то там позвал братков, да, я не знаю, но это, наверное, уже из 90-х. Вот, ну, в общем, как бы сделал некоторый выбор, да, из каких-то... Потом вы, узнав об этом выборе, узнав, что он сделал, вы свои выборы осуществляете, да, свой выбор. Вы можете тоже поступить так, поступить так, взять адвоката, не брать, вообще, ну, там, его претензию выполнить. Ну, и понятно, да, и потом он снова ходит. То есть, может быть, 3-4 игрока, и все ходят строго последовательно. Ситуация не самая естественная, потому что информации часто бывают скрыто. Вы уже сделали, а второй еще не знает. И вам надо сегодня делать. В этом случае дерево игры гораздо более сложно устроено, возникает так называемое информационное множество. За один день я не смогу рассказать, как в этом случае все происходит, но есть, на эту тему есть теория. Но самое простое, это когда вот подряд, и тогда все предсказывается, начиная с конца, просто смотрят, какие выигрыши у кого, в каких ситуациях. Если их можно выписать и понять, и осознать, то начинается там, вот в этой ситуации он ясно пойдет сюда. А говорить он может сейчас сколько угодно, что он не пойдет сюда, да? Я на зло бабушке отморожу себе уши, да? Ну, как бы, да, серьезный бизнесмен не отморозит уши на зло бабушке, да? Он пойдет так, как выгодно ему. Вот, и на зло конкурентам ничего делать не будет. Поэтому, исходя из этого, мы просчитываем последний шаг. Ага, зная, что он будет таким, мы уже на предыдущем шаге можем посмотреть, какие у нас возможности. Так, если пойдем сюда, мы знаем его действия. Что бы он ни говорил, он пойдет сюда, мы получим такой выигрыш, сюда такой. И вот так вот с конца мы можем просчитать вот такую игру. Цермел это вот сто лет назад, сто десять лет назад. Он это четко формализовал в виде математической модели конечной игры с полной, совершенной информацией. Дальше были политические дела. Я их пока просто пропускаю. Если вы захотите поговорить о политике, вы потом отдельно вопрос зададите, когда мы перейдем просто к чистой беседе. Дальше вот, собственно, обязательно надо сказать про аукционы. Дело в том, что аукционы это наша гордость. Вот, теоретика игровиков. Не, не моя личная. А гордость нашей группы, да? Как это называется? Как в адвокатах гильдии, да? Вот. В общем, гильдия теоретика игровиков постоянно на флаг выносит аукционы. В аукционах, благодаря математике, действительно заработаны многие миллиарды долларов. И самые примеры известные. Это вот 99-й, 2000-й. Продажа воздуха, как мы это назвали. Есть такая книга Беляева, продавец воздух, очень классная. А тут продаются частоты. Спектры частот. Спектры для мобильных операторов. Выставляются на продажу. Вы можете действовать в таком-то спектре частот, он пустой. Правительственные СМИ действуют в других спектрах. Он продается. И несколько мобильных операторов выставляют свои лоты. За сколько они готовы это купить? Англия, 99-й год. Сделка тысячелетия. Продан на аукционе. Частоты пошли за сумму, которая равнялась 620, если мне не изменяет память, фунтов стерлингов на одного англичанина живого. На тот момент. Ну, типа, самая великая сделка всех времен у народов. Это сделано под прямым руководством Роджера Майерсона, который впоследствии получил Нобелевскую премию за исследования аукционов. Он просто следил за каждым шагом этой сделки. Он выбрал число лотов. Очень интересно. Там была ситуация такая. Сейчас интересно, у кого какая интуиция. Но сразу предупреждаю, что здесь как бы слишком много гадания именно. Сейчас посмотрим, как вы предсказываете. Вот смотрите. На входе четыре огромных зубра, которые очень богатые, которые готовы биться за эти лоты. И очень много мелких, некоторые из которых чуть крупнее. Ну, не приближаются к четырем, но есть серьезные, тем не менее. Там в два раза меньше, например, уже есть. Вот, по финансовому весу он. И вот решается первый вопрос. Сколько лотов выставить? Сколько диапазонов частот? То есть, сколько будет победителей в этой игре? Итак, внимание. Четыре главных игрока и много-много мелких. Роджер Майерсон выставил X лотов и убедил всех в том, что это правильнее всего. И потом его носили на руках. Нет, не четыре, конечно. Это понятно. Но еще четыре, они расписали и все. Кстати, как это происходит? Вот, когда как можно больше денег собрать? Англия расплачивается до сих пор с этим. Потому что в результате дорогущая мобильная связь. Потому что они же должны отбить все эти деньги. Вот, ну сколько? Стоп! Был правильный ответ. Пять. Правильно, он сказал, что пять. Он говорит, что ну четыре, понятно, это сразу распишут по копеечке, купят и все. Три тоже неправильно, потому что все мелкие сразу выпадают, понимая, что им ни хрена не достанется. А тут путевку в высшую лигу получает один мелкий. И они не могут снижать далеко, потому что он их будет перебивать. А он уже не очень мелкий, он там два раза ниже этого самого большого. Вот. И он выставил пять. Он долго был, спор очень большой был. Говорили, лучше три, пусть эти четыре из-за этих трех бьются. Но четыре бьются, вот там огромный шлейф остальных, он мимо. И в результате они сделали пять, и это было, вот суммарно, это вот была такая стоимость. Теперь про сговоры и вообще, так сказать, когда вот, ну такая маленькая история с теорией аукционов. Да, если что, в этом году тоже премию Нобелевску дали за аукционы по экономике. Уже в четвертый раз, в четвертый раз в истории премию дали за аукционы. Аукционы действительно... Да, и потом в Швейцарии в 2000 году провели такой же аукцион, но решили, что быстренько так сами на коленочки сляпают. Вышел сговор, и сумма была 20 швейцарских франков на жителей Швейцарии. То есть, по душевым образом, примерно в 50 раз меньше. Ну, то есть, они просто слили его полностью, грубо говоря. 50-50. Они недополучили, понятно, там, ну вот, 28% ожидаемой прибыли. А вот, кстати, у него аукционы, где было 5, а это не потом он просчитал, или было бы 6, как бы было? Он не просчитал. Так, оно случилось, и все. Да, он не просчитал. Мы не можем сравнить, мы не можем. Тут вот нет... Грубо говоря, сравнить мы можем только с теми, которые потом шли. То есть, было видно, что какая-то невероятная сумма. Казалось, что сильно больше уж точно не выжить. Потом прошли в Германии, в Швейцарии, в кучи стран подобные, везде было хуже, чем в Англии. Нигде не было лучше. И после этого его стали носить на руках. То есть, это нельзя... В том-то и дело, что он ничего не мог прочитать. Вот надо понимать, что его вела интуиция, связанная с тем, что он до этого писал много формул. Вот тут вот это как бы... Вот, и, соответственно, все впоследствии только оценивалось. Но вот в Швейцарии все слили. Вообще, в аукционах сговор это самый главный такой, как бы, самый главный момент. Вот если без сговора мы умеем все посчитать, да. Я говорю, аукционы работают на 4. А что работает на 5? Какая теоретическая игровая модель в жизни работает на 5? Никакая. Никакая. Таких моделей не существует. Ну, как бы, если требовать степени совпадения с реальности, которые взяты из физики. В физике берется процесс, много раз повторяется, опишется уравнение, оно в точности соответствует тому, что мы видим, и все кричат «Ура!» Ой, спасибо. Вот. И вот такого никогда, ни при каких условиях не бывает ни в одном социальном взаимодействии. Аукционы работают на 4. И еще ровно одна ситуация, ровно одна ветвь теории игр работает тоже на 4. Мне больше неизвестно. Мне известно, ровно две ветви работают еще на 4. И несколько примеров работы на 3. И несметное количество примеров полного провала. Это вот на сегодня, да, накопленный опыт применения теории игр. Тем не менее, из-за вот этих вот аукционов все еще держат, верят, что еще, может, что-нибудь интересное мы скажем когда-нибудь. Вот. На 4 что еще работает, я скажу чуть позже. Можете пока подумать. Вот. А про аукционы, значит, что делает сговор? Сговор. Ну, сговор, понятно, что если есть там, грубо говоря, 2 лота и 2 зубра, то даже если полный запрет на какое-либо взаимодействие, вплоть до прослушивания телефонов, то есть там как бы совершенно невозможно так созвониться, договориться, это все будет записано, потом предъявят на этом самом, на суде и каранты. Но вот в Америке один раз засудили до серьезных штрафов, до разорения фактически, 2 компании, которые действовали так. Вот зацените просто, на самом деле это гениально. Ну, то есть это гениально просто, но это совершенно гениально. Что они делают? Вот выставляются лоты, первый, второй, третий, очень-очень много лотов. И только два из них представляют интерес, третий и тринадцатый. И ясно, что эти две борются за эти два. Они по очереди выставляют на крупном-крупном аукционе. Ну, там первый как-то прошел, второй как-то прошел, третий. Начинается третий. Эти пишут тысяча тринадцать рублей. Ну, не знаю, не рублей, а миллионов долларов, допустим. Значит, а эти пишут тысяча сто. А эти говорят, ты что, не понял? Тысяча сто тринадцать. Те пишут тысяча двести. Так, мы последний раз повторяем. Тысяча двести тринадцать. Те пас, после чего на тринадцатом лоте эти сразу пас. Понятно? Все. Как это? Обманули дурака на четыре кулака, как говорил с детства. Ну, обоих засудили. Говорят, что на этом я статью... Мне друг прислал, длинная по-английски, но, в общем, он вкратце рассказал. Значит, на суде был разговор следующий. Господа, есть кто-нибудь из присутствующих, кто считает, что это не был сговор? Нет, нет, все, суд завершен. Нам не нужны доказательства. Нам все очевидно. Ну, на самом деле, очень много представлений о том, что вот как устроены суды в разных странах, они совершенно действительности не соответствуют. То есть, это часто бывает совершенно достаточно. Вот поговорили, и всем очевидно, что это сговор, вот эти вот тринадцать, да? Ну, значит, все, значит, присуждается штраф. Вот, так. Ну, и есть некая теория ядерного сдерживания, очень трудная, муторная, но Томас Сати, который ее изобрел, он настаивает, что из-за этого не было ядерной войны в момент Карибского кризиса. И, соответственно, ну, мы как бы рады так считать, но, конечно, это не очевидно, что это связано с теорией игр. Это такая очень серьезная предъява, да, что прям теоретики-игровики спасли мир от ядерной катастрофы. Но все-таки для красного словца я произнес на ролике вводном, у меня есть курс по теории игр, а в интернете называется «Теория игр в сюжетах» на национальной платформе открытого образования. Вот. Ну, я думаю, что все ссылки там можем потом кинуть после беседы, но найти элементарный, значит, НПО или openedu.ru и Саватеев. Там выпадет, соответственно, вот этот курс «Теория игр». И еще пара курсов «Высшая математика», «Введение высшую математику», часть 1 матанализ, часть 2 линейная алгебра, я записал такое авторское введение. И, ну, как бы, тем, кто просто любит математику, я очень рекомендую и те тоже. Ну, вот «Теория игр» там в сюжетах, и к ней вот вводный ролик такой приглашающий, там я в том числе нагло заявляю, что «Теория игр» спасла мир от ядерной катастрофы. Ну, это, конечно, для красного словца. Так, идем дальше. Все, сейчас будем играть. Все, да не все. Одна книга у нас осталась. Значит, она сейчас отойдет тому, кто выиграет в некоторую игру. С дарственной подписью отойдет за победу в игре. Значит, теперь... Листочки нужны? Да, нам нужны листочки и ручки. Можно пополам, на четыре части резать их, потому что там будет всего лишь фамилия и число. Это все, что будет. То есть, ваш идентификатор будет и число, которым вы играете. Теперь, собственно, правила. Правила игры таковы. Правило стоит в том, что на каждом листочке фамилия и ровно одно, ровно одно целое неотрицательное число. Что это значит? Значит, любое из чисел 0, 1, 2, 3, 4, там 10, 11, так далее, 100, 1000. Ну, вообще, какое хотите, начиная с нуля, любое целое неотрицательное число ровно одно. Теперь, кто выиграет, вот тут надо понимать, да, что вы пока не пишите число, потому что я сейчас буду объяснять, кто выиграет. Выиграет тот, чье число будет, во-первых, уникальным во всей компании, то есть, ни в одном другом листочке не повторяется, и, во-вторых, самым меньшим из уникальных. Ясно, да? То есть, иными словами, когда я соберу листочки? Первым делом мы вычеркнем любые, ну, вообще, все повторяющиеся числа. Останется некоторое количество людей, которые смогли назвать уникальное число. Вот из этих людей выберется тот, у кого это число самое маленькое. Да, можно начинать. Теоретически, конечно, возможно, что половину народу напишет ноль, а половина один, и никто не выиграет, но я вам клянусь, что ни разу за сотни розыгрышей, сотня одна примерно была розыгрышей этой игры в моих лекциях, не было ситуации, чтобы никто не выиграл. Всегда находятся оригиналы, которые пишут один миллион, четыреста пятьдесят шесть тысяч, триста пятнадцать, и, конечно, ни с кем не совпадают. Но при этом, например, я присутствовал в розыгрыше, в котором тысяча пятьсот девятнадцать повторилось два раза. То есть, бывают и такие. Но очень всегда много людей, которые, пытаясь выиграть, просто пытаются назвать какое-нибудь очень большое заведомо неповторяющее число, а это уже означает, что кто-то да выиграет, потому что если хоть одно число не повторяется, то тогда есть и минимальное среди тех, которые не повторяются. Чисто математический принцип индукции. В непустом множестве есть минимальный элемент из неотрицательных чисел. И никогда еще не было, чтобы никто не выиграл. Всегда ровно один человек выигрывает. По правилам ясно, что больше одного человека выиграть не могут, потому что уникальное минимальное это ровно одно. Поехали. Я сейчас на минуту, вы пока думайте, я на минутку отбегу, и мы подведем итог. Соберем, значит, фамилия, число, и будем на доске прямо в онлайн-режиме подводить итог. 12 тысяч 945. Ну вот, уже можно точно, совершенно сказать. А, нет, здесь 1, 2, 3, 4, 5. Еще есть шанс, что совпадет. 0. А тут у нас 5, видимо. 0. Сейчас, 0 два раза было, да? Не, не, один раз. 41. 41. Не поможет. 45. Возраст, чем год был. 19. Так. 197. 18. 11. 33. 28. 56. 3. Три, одиннадцать, первые два проигравших уже есть. Двадцать два, шесть, пять, восемь, тринадцать, одиннадцать, 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 еще одиннадцать. Шестнадцать, пять, пять пошло, три восьмерки, шестнадцать, восемь, восемь пошло мимо, тринадцать, тринадцать, сто тридцать одна тысяча триста тринадцать. Прекрасно. Что-то как я-нибудь, что-то тринадцать. Девять. Я родился тринадцать. И семьдесят семь. Так. Да! Победителя! Честнадцать! Поздравляем! 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 Нет никакого понимания по предыдущим опытам, никакого общего портрета, нет. Даже была история такая. Вообще, значит, это игра. Игра шведского телевидения, которая проводилась много лет подряд, а потом была упразднена. Да, там есть очень красивая стратегия коллективного выигрыша. Приз был огромный, и даже деленный на 100, все еще довольно большой. А теперь смотрите, что они делали. Вот вначале посмотрите на эти числа. Нет ни единицы, ни двойки, ни четверки. Ни семерки. То есть, то, что нет единицы, это прям феноменально. Кто-то подумал, что угадает ноль, но никто не подумал, что может быть он угадает с единицей. А вот эта комбинация, которая у нас разыграна, не является равновесием Нэша. Почему? Потому что ваш разведчик, если вы его тихо запустите в голову всех остальных и узнаете, что они запишут, он вам сообщит, и вы перемените ваше решение на единицу. Правда? Любой из вас. Если к любому из вас пришел, я это так объясняю, пусть к вам пришел веселый гномик такой, маленький гномик, который виден только вам. И говорит, я знаю, что у них написано, знаю, вообще расскажу. Да, давай, рассказывай. И он показывает эту вот картину, да, из будущего, которая будет написана на... Говорите вы, спасибо, и меняйте свое решение с 18, например, на единицу. А он в первую цену, в такую же картину. Да, так вот, правильно. Значит, равновесием по Нэшу является ситуация, в которой к кому бы гномик не пришел, его прогоняют как бессмысленного агента, потому что менять ничего не хотят. Давайте придумаем какую-нибудь другую комбинацию, которая была бы равновесием. Иногда разыгрывается равновесие, здесь еще много равновесия и много неравновесия. Ну, давайте я сразу покажу. Вот, например, если есть три нуля, две единицы, две двойки, например, и одна тройка, а дальше какие угодно числа, то это равновесие. Потому что первое же число, которое не повторяется, оно победное. Вот первое же число, которое не повторяется, названо, оно победное. Но вы себе представьте, кому здесь может прийти гномик. Ну, например, ну вот, ну к этому чего приходите, он и так выиграл, да? Вот пришел к кому-то из этих гномик, проектовал, что этот человек может сделать? Только испортить малину тому, кто победил. Но сам он от этого не победит. То есть он, например, написал 13, к нему приходит гномик, он говорит, ну ладно, я тогда напишу 3, а то я этого человека, который писал 3, не люблю очень сильно, да? Но сам он не победит. Ну да, потому что ты напишешь, он будет больше. А я тоже больше, да. А меньше тоже бессмысленно, там все уже занято, да? То же самое с этими. Ну вот, например, вот к этому я пришел, гномик пришел. Знаешь, что он говорит? И вот че к этому приди? Потому что этот может изменить свое решение, но не он выиграет, а тот, который останется на его месте. Он изменит, да, исход, но не в свою пользу. Никто не может изменить исход в свою пользу. А здесь может почти любой, да, почти любой. Кто бы ни был здесь, кроме вот этих. Вот если к этим прийти, они не могут в свою пользу изменить. Потому что если изменить ноль на какую-то еще, то выиграет второй, кто сидит на нуле. Но к остальным, пожалуйста, 1111, ему сообщают вот эту рассказу. Он говорит, тогда просто единица, зачем мне 1111? И выигрывает. И вот равновесие Неша называется ситуацией, в которой нет возможности, даже при полной информации о том, что делают другие, поменять решение в свою пользу. А неравновесие называется ситуацией, в которой такая возможность есть. В данном случае это неравновесие, очевидным образом. Потому что некоторые игроки выиграют от сообщения гномикам. Так вот, что делала эта банда умников в Швеции, делала следующее. 100 человек заполняли от 0 до 129. И вот в силу какой-то странной природы человека, из миллиона играющих, ну или там, не знаю, нескольких миллионов не наберется на Швеции, ну там, допустим, 100 тысяч играла, да? И никто, вот не было такого, что вся первая сотня заполнена. Всегда где-то были пустоты. То есть вот из этих 100 человек, кто-то всегда называл в первой сотне того, ну или всегда, или почти всегда. И они снимали курс, делили его на 100, ну и в какой-то момент кто-то увидел, ну вот по идентификаторам, закрыли нафиг всю игру, больше не играют. А у нас в Российской экономической школе, где я учился, а потом преподавал, у нас, значит, провели, на экзамене мы проводили экзамен по теории игр, и в качестве первого пункта дали найти все равновесия в этой задаче, все вообще, при любом М. Она очень непростая, там очень много разных равновесий, по-разному устроенных, там с подводными камнями задача. Полностью ее решило всего 5 человек из умнейших студентов Российской экономической школы. Ну, где-то 20 человек решило почти полностью, не заметив некоторой тонкости, очень большой тонкости, которая здесь заложена. Ну и, соответственно, кто-то там до какой-то степени решил. А в пункте Б было написано, теперь ваше число, господа. И за пункт Б давалось 5 баллов из 100. Тому единственному, кто бы в ней убедился. Так вот, граница двойки была 22 балла из 100. За одну решенную задачу мы ставили уже 3 практически. Победила девушка, у которой было без этого 20 баллов, и стало 20 лет. То есть, выиграв случайно в эту игру, она миновала двойки по теории игр. Это пожертв. Дальше. Было 60... 80 человек. Каким числом она выиграла? Она единственная, бесхитростная, просто написала ноль. И победила. Вот. И мы ей поставили 3 с минусом, как и обещали, что будет достаточным 3 с минусом. Так что не всегда с михманским образованием, иногда наоборот. Вот. Вот такая веселая ситуация. Так. Ну вот сейчас будет... Сейчас я хочу просто рассказать про некоторые увлекательные ситуации из моей собственной жизни, в которых угадывается теория игр. Супер. Значит, вот, сейчас будет супер история. Я не знаю, может кто-то угадает какие-то отголоски в своей бизнес-практике. Смотрите. За последние 3 года с момента выхода этой книги распространено тем или иным способом через лекции, через издательство, через индивидуальные заказы, раздарены школам и на всяких конкурсах около 25 тысяч экземпляров. У нее довольно большой получился суммарный тираж на данный момент. Ну и постоянно возникает необходимость куда-то везти массу этих книг. Огромное количество. Куда-то перевозить на новое место, где снова будет. И я вез их, значит, мне нужно было везти на дачу в Снегири, а в Снегирях как раз это в последствии был в Сбербанковский, как это называется, вот этот вот интенсив по теории игр, на который я всегда привозил книги, как бы, если им даже не понравится теория игр, то задабривал их подарками книг, чтобы они потом вовлевейшем списали правильные вещи. Ну, понятно, тоже чисто и игровая логика. Вот. И, значит, я вез огромное количество этих книг, типа 12 пачек для нескольких семинаров. И вот, у меня машины нет. В Москве немножко бессмысленный объект машины, на мой взгляд. Вот. Но вот я, но тем не менее, иногда она нужна. Вот в этой ситуации она была нужна, а у меня ее нет. Ну, я собирался вызвать такси, и тут выясняется, что один замечательный преподаватель из Смоленска, репетитор ЕГЭ, Олег Митрофанов, который стал знаменит в интернете после некоторой истории, который как раз мы с ним помогал раскручивать, как он бодался с комиссией ЕГЭ местной, два месяца доказывает, что он правильно решил задачу. Они дураки. И доказал. Я сертифицировал, что это правда. Ну, и там еще несколько репетиторов, тоже там, те, кто этим занимается. Ну, в общем, короче, он доказал свою правоту. Вот. И я на свой канал его позвал, чтобы был у школьников как бы эпизод, что можно добиться правды. Вот это очень важно для мальчика или девочки вот этого возраста, да, что где угодно, даже вот в какой-то там постоянно, значит, обхаиваемой родной России, да, где всегда бесправит этот реализм, можно добиться правды. Это очень важно, чтобы он выходил с этим ощущением в жизни. И вот я отдал ему площадку на своем канале, он приехал на машине из Смоленска, я говорю, ну, еще ты мне поможешь книги перевезти. А он говорит, ну, конечно, о чем разговор. И вот мы с ним едем в 6 утра до пробок, приезжаем в школу, где они лежат, в Филипповскую школу, где прочитаны 100 уроков математики, о которых я еще скажу чуть позже. И договоренность с охранником состоит в том, что он нас пускает. Вот этот ранний час, он просыпается и нас пускает. В 7 пересменка. Да. Ну, он говорит, без проблем, я уйду, придет другой, приезжать хоть до 7, хоть после 7. Но после 7 на самом деле приезжать не очень, там уже пробки начинаются. Даже на... Ну, в общем, нужно проскочить. Мы приезжаем без 10-7, а там уже нет никого. Он просто ушел, оставив это место нафиг. И пошел себе, видимо, ну, решил, следующий придет какой-то момент, да. Что я делаю? Я... Ну, там есть задний вход, там ворота такие, в которых якобы замок такой есть. Этот якобы замок, на самом деле, он не замок. Я его раз-раз, значит, ворота открываю, с той стороны открыто окно, я через окно достаю, да, это самое, открываю его целиком, залезаю в своих ботинках, выношу все 12 пачек книг, стираю после себя все следы тряпкой, протираю тряпкой окно, закрываю его обратно, выхожу, закрываю замок, и мы уезжаем. Но мы ждали минут 15, на самом деле, честно. То есть мы ждали до того, как должен прийти уже тот, его тоже нет. Ну, как школа минут 20 стояла без охраны. Куча всего, куча-куча. Компьютеры, все на свете, да? Два с минуты стоят без охраны. Мы уехали, значит, а он говорит, слушай, ты же понимаешь, что как бы, на самом деле, уголовное преступление, настоящее. Я говорю, да, понимаю, но как оно могло бы быть наружу? Вот подумайте, каким образом? Камеру нужно просматривать, да. Ну, кто будет просто так смотреть камеру? Должен кто-то заявить. Кто так сказал? Правильно? Кто бы? А вот здесь я. Я должен заявить, да? Нет, он может, в принципе охранник может заявить, он же видит, что книги были, книги пропали, да. То есть, в принципе, может заявить охранник. Да он потеряет работу сразу. Это значит, что его не было на месте, да? Понимаете? Он не может заявить, он потеряет работу. Это типичная теория игр. Я говорю, ничего не будет. Ничего. Я приезжаю вечером в эту школу, у меня там встреча, я подхожу к охраннику, пожимаю ему руку, и он так молча кивает головой. Другой вы поняли. Да. Вот это чистейшая теория игр, абсолютно. Это вот она, так сказать, в жизни, как она есть. Еще одно. Это Байкал, славное море, священный Байкал. А этот участок наш. У меня жена с тех краев, а вот здесь наша дачка, маленькая-маленькая дачка, 4 соточки. Прекрасно видно все. Идеально, потому что в поведении никто не живет. Никого нет. Владелец-алкоголик все пытается продать, но никак не может, потому что не знает. И нет рыночной цены, и не знает он ее, даже если бы она была. Там написано какая-то запредельная сумма типа полтора миллиона, за которую, очевидным образом, если только там Путин не приведет прямо сюда дорогу в какой-то момент, то это спроса на такую сумму точно не будет. Это большие коты, если кто-то знает. Поселок. Вот. Вот это, значит, наша жизненная ситуация. И я говорю жене, я говорю, если бы я был сволочью, то не заплатив ни одной копейки, мы бы этот участок очень долго держали непродающимся. Она говорит, как? Я говорю, сейчас включим с тобой презентацию для Сбербанка. Я не буду сволочным, мы включим эту презентацию. Вот. Ну, как вы думаете, как это делать? Это совсем плохо, но это нужно знать каких-то покупателей, да? Это нужно какое-то исследование проводить. Можно не проводить исследование? А, ну давай, нет, это все немножко вот, как бы действия такие, прямые, преступные. Есть полностью законный способ стать сволочью, и что этот участок еще долго. Вот 100% законный, ни один комар не подносит. И как бы делать лично покупать на полтора. Конечно. Конечно. Ну, не ты, а твои друзья, да? Пару раз позвонят с большим интересом за полтора. Сейчас соберем денежки, буквально. Другой звонит там, слушай, сколько... Полтора, да, блин, я бы дал миллион шестьсот, такой участок, ну, меня прямо сейчас нет, вот прости, да? Ну, и, короче, вот этот фон бессмысленного спроса на бессмысленную сумму, человек, особенно, как бы, ну, человек не очень адекватный, его задуривать можно долго, да? Как известно, можно очень долго, очень долго задуривать одного человека, можно недолго задуривать целую страну, но очень сложно долго задуривать целую страну. Но одного человека, когда особенно алкоголика, можно задуривать очень долго. Вот. Ну, как бы, ничего этого мы, конечно, не сделали, потому что все-таки собакой считать себя не хочется, и Господь воздал, потому что, когда он умер, его родственники позвонили нам и предложили за гораздо меньшую сумму. Так что теперь он наш. Мы не стали делать плохо, и все получилось. Нет, 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 нет. От естественных причин, связанных с потреблением большого количества алкоголя. Вот, вот такая вот история, которая не случилась. О, вот это тоже, ну как бы это пустячок, но тем не менее, вот оцените, это может быть актуально здесь. В наших сибирских турне часто появляется ситуация, ну не только моих коллег, Оргородского в том числе, когда нужно из Барнаула переместиться в Томск. Здесь очень удобный ночной поезд, по вечерам выходит. Нет, 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 в Томск. Ну прямой-то есть. Его вообще отменили, что ли? Ёкарный бабай. Блин. А был все каждый день. Ну в общем, да, да, ладно, тогда Великий Новгород. Значит, ситуация следующая. Я выступаю в Великом Новгороде, и мне нужно на следующий день, соответственно, в Москву возвращаться, поезд там один. С поездом, кстати, тоже связан. Примерная география этих мест. Вот это Великий город Санкт-Петербург, СПБ. Знаете, что написано в Вольной энциклопедии в статье «Москва»? Это офф-топ, но просто очень прикольный. В Вольной энциклопедии под редакцией Антона Кротова написано. Слушайте внимательно. Столица мира, Третий Рим, величайший город Москва, находится в 650 километрах к юго-востоку от Санкт-Петербурга. Великая столица Сибири и Новосибирск находится в 200 километрах к северу от Барнового. Ну, примерно вот такая логика. Вот, значит, соответственно, вот тут вот наша родина, Москва. Вот здесь город Великий Новгород, в котором, наверное, многие из вас бывали. Красивейший, один из древнейших городов на Руси. А вот здесь Новгород Нижний. Раньше ходил нормально, поезд в 21.00 отправлялся и приходил сюда в 5.30. Утром. В некотором году был продлен до Нижнего Новгорода, куда приходил в 10.00. Ну, допустим, 10.00. Очень удобно стало ездить из Великого Новгорода в Нижний Новгород. Вопрос, зачем ездить из Великого Новгорода в Нижний Новгород? Много ли пассажиров хочет ездить из Великого Новгорода в Нижний? Ответ очень странный, но вполне предсказуемый. Этот поезд введен примерно в 18.00 году, в смысле, продлен до Нижнего Новгорода. Потому что зам мэра по культуре, который и приглашал меня выступать в Великий Новгород, сказал мэру, что на чемпионате мира наверняка будет много иностранцев, которые перепутают эти два города. И сказал, что их будет человек 200, и ради них прям, допустим, поезд. Ну, и вообще прикольно будет, что поезд будет навсегда теперь между Великим и Нижним. После этого я узнал, сколько их было реально. 200 их не было, но 25 иностранцев натурально посадили и отправили куда надо. То есть они приехали за день в город Великий Новгород и говорят, какая же красота. А где стадион-то? Так нет, стадион уже в Нижнем Новгороде. А, у нас билет на завтра, а что делать? А очень просто. Идите на вокзал, берите в 10 утра, завтра будете в Нижнем, заодно и Нижнем посмотрите. Спасибо, thank you very much. Круто, круто, да? А вот таксист, который вез меня из Судеславля в Ростов-Великий, таксист из Ростова, рассказывал, что один черный, как смоль-негр, бегал по Ростову-Великому и искал в стадион. Ростов-на-Дону. Но только тут хуже ситуация, его уже не смогли ничего сделать, он не попал на свой матч. Там какая-то инвестиционская команда играла, и вот, соответственно, он приехал в Ростов-Великий. Он приехал в Москву и стал спрашивать, как поехать в Ростов. Ну, понимаете, Ростов, это неоднозначно звучит, действительно совершенно неочевидно. Ростов-Великий, это знаменитое, там, золотое кольцо, нельзя сказать даже, что его нарочно опанули. Ну, приехал он в Нижнем, говорит, посмотрите Россию. Ну, конечно, он, скорее всего, идет в Великий Новгород. А то, что он футбольный фанат, ему нужен был Новгород, значит, Великий, Ростов-Великий, да. А то, что ему был нужен Ростов-на-Дону, он просто не сказал, да. То есть, такой баг случился. Так вот, я еду, выступаю, я еду назад в Москву и прошу купить билет до Владимира. Да, прошу купить билет до города Владимира, также знаменитого русского города, бывшей одной из столиц, вот здесь находящегося. Зачем? Будем считать для простоты, что стоимость билета одинаковая, потому что там разница о копейке. То есть, здесь, как бы, цель никак, сразу, чтобы снять все соображения, никак не связана с деньгами. Великий Новгород Владимир и Великий Новгород Москва отличаются, может быть, на 70 рублей по стоимости. Ноль. Вот, то есть, это вопрос чего-то другого. Давайте посмотрим. Чтобы в Москве не походить. Нет, 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 дело не в даче. Чтобы что? Не походили, не походили? Нет, там все вперемешку. Посмотрите, есть такая возможность, если вы за вас, когда Владимир с Владимиром... Нет, нет, я вышел в Москве. Я вышел в Москве. Да, но там он не останавливает. Я действительно живу вот в эту сторону, но он из Владимира очень долго, черно, 200 краперов. Ну, то есть, как бы, это не... Если бы он останавливался, например, в Новогирею, то да, это было бы круто. Я вышел бы, пешком пошел домой. Что? Нет, и так, и так. А? А я вышел все равно в Москве. Да! Вот кто правильно ответил. Как вас зовут? Сергей. Была такая ситуация, Сергей, в жизни? Покажите нам, не слушайте. Чтобы не будили за два часа до Москвы. Они же будят задолго. Начинается. Ну, вот в Москву он приезжает в 5.30. Ну, меня разбудят 4.00, если у меня билет до Москвы. Там очень много выходит, и она будет очень задолго. А тут у меня билет, я сразу и сказал, у меня до Владимира вот билет. Вот, так что, соответственно, после Москвы где-нибудь говорю, разбудите. Вот. Да-да, конечно, конечно. Дальше я спокойно трыкну, 5.30, 5.25, не знаю, у меня стоит будильник. Я слезаю, беру вещи и выхожу. Он говорит, куда вы? Это еще Москва, это не Владимир. Я говорю, ну, я погуляю. Столица все-таки, как ни ка. Нет, я просто точно знаю, что, как бы, меня будут будить, да? Как это изменить? Только с билетом другим. Я не могу договориться с ней. Я пробовал несколько раз. Я очень много ездил. А вы тоже ее пробовали? Да, конечно, я очень много раз пробовал в поездах Москва-Питер, в которых я какое-то время проводил реально большую часть ночей своей жизни. Я многократно пробовал договориться, чтобы меня разбудили на платформе Навалочное перед Санкт-Петербургом. За три минуты, да? Это бесполезно. В купейных еще нормально, там вообще не будет. А вот там в Лацкартных, здесь все равно будет, нет, если там, ну, Питер еще, даже в Питер будет, но еще бывает, что ты должен выйти, поезд едет дальше. Вот тогда никаких вариантов договориться нет. Вообще никаких. Потому что, если я проеду, ей огромный штраф. Если я останусь в поезде, придет человек и будет на мое место стучаться, он пожалуется, но ей кранты, короче, это, скорее всего, потеря работы. Поэтому они не соглашаются, они поедут за столько, сколько надо, и единственный способ, это просто взять билет дальше. И тогда тебя никто не разбудит, ты можешь вставать тогда, когда хочешь. Вот такая чистая, чистая теория игр в жизни. Алексей, билеты, кое-как до Томска есть, биск Томска. Во! На ка-какой, на ка-какой мы с вами покупали билет. Все хорошо, да? Все хорошо. Биск Томска есть? Вот. И если вы на нем едете в Новосибирск, то берите билет до Томска, вас не разбудят. Но, правда, в Новосибирск слишком мало ехать, да. Ну, в общем, да, здесь уже так просто не... Ну, если вы едете там, да, где он там поворачивает? В тайге он поворачивает, да? В тайге. Да, если вы едете до Тайги, берите до Томска, и вас не разбудят. Так, ну вот. Ну, примерная ситуация похожая была, когда я ехал из города Галич, недалеко от Судиславля. Судиславль – это город, где проходят кучи разных программических школ и математических тоже, где, в общем, куются будущие кадры, победные кадры нашей сборной по информатике и по математике тоже. В общем, это такое важное место на карте математической России. Не потому, что в Судиславле есть математика, там, в деревне на 5000 человек, а потому, что там супер база есть перед Ливой Поляном, на которой все это происходит. И я выступаю там, после этого должен был выступать в Галича. Возвращаться в Москву, садиться на самолет в Тюмень, в который еще ходит плохое время. Тюмень не очень удобно, в смысле, самолетов из Москвы. Неудобно. Я просто попросил взять билет из Галича в Тюмень, прямой, там, в сутки с небольшим. Вот. Но попросил верхнее место в Купе. Оно сильно дешевле. Организатор говорит, зачем? Мы не экономим. Там в Тюмени достаточно много денег. Особенно в этой школе перспективных исследований, куда я ехал. Говорит, Алексей, без проблем возьмем нижнее вам. Езжайте спокойнее и скомфортнее. Я говорю, нет. Возьмите, пожалуйста, верхнее. Причем я сейчас скажу даже, какое. Говорю, какое. Нет. Ну, то есть, какой-то номер у него был, но это не то соображение. Нет, нет, нет. Это правда. Это правда. Я бы и сам брал, наверное, верхнее, даже если бы было... Ну, то есть, тем более брал бы, тем более, что нижнее синий дорогое, да? Но есть еще одно соображение. То есть, такое, что даже в ситуации, когда не я плачу, я все равно беру верхнее. Кровь. Нет. Намек есть. Здесь есть намек. Нет, нет, тепла мне наоборот. У нее вот такая погода больше нравится. Я не люблю. Что-то такое вот здесь есть. Ну, дешевле, но это не важно, потому что за меня будут платить. Вот что-то... Тем не менее, тем не менее, с вопросом стоимости что-то оказывается важным. Вот это вот карта вагона, как я ее вижу в интернете, так? Вот, ну, как вы берете билеты, да? Вот, как бы, верхнее, нижнее, верхнее, нижнее, верхнее, нижнее, верхнее, нижнее. Я изучаю карту некоторого вагона. Ну, и... Говорю, вот в этом вагоне какой-нибудь, ну, например, вот это, говорю я, берите мне. Почему? Что здесь... Что это нагрешено? Заполнение, это близко, уже горячо. Уже горячо. Про самолет будет следующий сюжет, да. Ну, в общем, ладно, я не буду долго, я скажу следующее. Так как верхнее сильно дешевле нижних, то заняты почти все верхние, и пустые почти все нижние. И я взял, ну, вот попросил взять, там, одно из немногих оставшихся свободных верхних, а нижнее было автоматом просто пустым. У меня было два места. Купив верхнее, я покупаю два. Я покупаю рабочий кабинет, где сверху спальня, а снизу открыл компьютер и работаешь. Вы, кстати, я ехал вообще в пустом купе до Екатеринбурга, где уже сели. Ну, это последние три часа, четыре. Вот, в общем, вот это вот такое вот соображение, связанное с тем, что когда нижний сильно дороже верхних, нужно брать верхнее, и на нижний север останется просто так бесплатно. Но сейчас там есть... Сейчас они начинают немножко меняться. В РЖД появилась опция выкупить все купе, значительно дешевле, чем сумма вот всех четырех билетов. Вот, и это, да, это... Так. Самолеты. Алексей, у меня есть вопросы. Да, уже пора, да? У нас осталось 20 минут. Ну, я думаю, что будут желающие подписать книги у Алексея. И вопросы. Возможно, есть вопросы. Как мы используем эти 20 минут? Порешаем дальше задачи или перейдем к вопросам и подписи книг? Сейчас я быстро, две минуты. Про самолеты все понятно, да? Если самолет полупустой, я беру центральное место. Ну да. А надо сказать, что здесь думать. Нам самолеты ближе, чем поездам. Ну да, да, да. Если самолет набитый, наоборот, так сказать, надо постараться взять, надо взять второе вместе с тем, кто там, через один. Ну если совсем набитый, то ничего не сделаешь. А если он полупустой, надо брать центральное, потому что рядом с идиотом, взявшим центральное, не сядет никто. Никто не займет. Вот. Ну как бы, что-то зачем ты взял и занял центральное место. А в результате это получается пласт-карт, лежишь и спичь. Так, все, сейчас. Ну ладно, давайте я, вот что. Эта вся вам останется презентация и будет распространять свободно. Воспространение без всяких копирайтов. Более того, я как бы, я был бы рад, если бы кто-то его использовал в университетах, где угодно. Это все висит, все доступно. Ну, вообще, как бы, полностью все свободно распространяется. Вот. Ну а мы тогда перейдем, да, перейдем, перейдем, перейдем. Да, вот я хочу просто последнее сказать. Это что? Самое интересное применение теории игр, это применение, вот это тоже на четверочку, которые, а не на тройку, это применение в транспортном, в организации транспорта в большом городе. Это очень сложная, красивая, содержательная задача, в которой теория игр работает и работает хорошо. То есть, когда вы прописываете людям цели, да, почему работает хорошо в аукционах и в транспорте? Потому что и там, и там мы точно знаем, чего они хотят. В аукционах они хотят как можно дешевле заплатить, получить вещи. В транспорте вы всегда хотите как можно быстрее попасть на работу. И вот понимание цели позволяет прогнозировать. Как только мы выходим за пределы вот этих вот двух классных ситуаций, в остальном мы не понимаем цели людей часто. Мы не можем приписать какие-то цели, которые были бы, впоследствии приведут к правильным прогнозам. Поэтому теория игр такого, как бы, теория ограниченного применения, есть еще несколько примеров неплохих на троечку, а в целом ее надо применять осторожно. Вот здесь, как бы, здесь вот этой суперситуацией я хочу завершить. Парадокс Брайса – это когда открытие новой дороги приводит к ухудшению дорожной ситуации, а не к улучшению. Вот Москва, вот здесь я вырос, здесь я сейчас живу, это Измайлово, это метроградок. Это Лосиный остров, огромный парк, шикарный. Вот, и вот это вот Щелковское шоссе на заре 90-х годов, по нему ездило много машин, там много светофоров, пробок еще не было. Но вот очень многие ездят работать на ВДН. Видите, какой огромный крюк. И вот особенно здесь уже начинается весилово полное. В общем, отсюда до сюда час езды точно было. Даже тогда. Сейчас тогда, может быть, и больше, если попасть в плохое время. Но, вот здесь была промзона, а из метроградка идет улица такая, раз-раз-раз, и ты сразу на ВДН. Через лес, узкая улочка. Из метроградка до ВДН буквально 10 минут. Ну, 15, хорошо. А здесь даже асфальта не было. Ромзона и даже асфальт, какая-то гравийка. И вот в какой-то момент провели дорогу. То есть, асфальтировали, стала хорошая, проезжая дорога. Что произошло? Из этого огромного потока тут же куча ринулась через метроградок ехать, чтобы сэкономить время. А тут узко. И сразу же выстроилась пробка получасовая. Перед ВДН, перед там неким узким местом. В результате, эти ничего не выиграли. Они и здесь, и здесь по-прежнему едут час. Там они час стоят, а здесь они едут. А мы проиграли, потому что теперь не 10 минут, а нас 40 из-за этой пробки стал. То есть, открыли новую дорогу, и стало гораздо хуже. Это вот такой классический парадокс Брайса. Есть коллекция таких парадоксов. Это мой собственный вклад в эту коллекцию. Это улучшение потока маршин, потому что этот поток маршин был древним. Ну, если да, если как прежний в 80-е, то само собой, да. А это уже началось. Ну, и вот парадокс Брайса наоборот. Смотрите, есть дорога из пункта А в пункт Б, и есть две обходные. Но вот этот промежуточный пункт, его нельзя никак объехать. Вот здесь озера, допустим, или горные, массивы. В общем, вот это вот такое бутылочное горлышко, через которое не проехать нельзя. Такая ситуация часто встречается на дорогах в разных местах. Ну, и вот большой поток из пункта А в пункт Б, он, как сказать, вот здесь создает пробки, здесь и здесь. Эти дороги не могут перенести. А вот эти обходные могут сколько угодно, но они длинные, они в два раза длиннее. И в результате получается, что в равновесии, в равновесии, у нас на четыре части делится поток. Те, которые все-таки едут прямо и здесь, и здесь, и стоят в пробках. Те, которые здесь едут прямо, а здесь обходят, здесь настоялись в пробке, а потом раз, два, сведут лишних, потратят. Те, которые наоборот здесь 40 минут едут, здесь стоят. И те, которые вообще не наедут пробки, просто едут в обход 40 плюс 40. Все участники дорожного движения в любом транспортном равновесии в этой модельной ситуации тратят 1 час 20 минут до доставки из пункта А в пункт Б. Приходит великий математик, мат-экономист Юрий Евгеньевич Нестеров, у нас с вами соотечественник, получивший за этот пример и его разработку дальнейшую самую высокую премию по математическому программированию, премию Данцига, получивший в Европе эту премию в каком-то там году. Что он говорит? Запретите здесь ехать прямо. Все. Реформа стоит 0 рублей, 0 копеек. Запретите здесь ехать прямо. Если вы приехали отсюда, вы обязаны ехать сюда. А если приехали отсюда, то пожалуйста. Теперь поток делится на две части. Эти едут так, эти едут так. Вот таких просто нет, потому что это не выгодно, бессмысленно. Половину потока каждой из гидок выдерживает без пробок. Все участники дорожного движения добираются до работы 1 час. 20 минут экономии на каждого до единого любого водителя из-за пункта А, пункта Б. Из-за одного запретительного знака. Теперь я просто вам даю честное слово. Во всех своих поездках у меня 60, 80, у нас 85 регионов, да, сейчас примерно. Я был всех, кроме шести. Я видел сотни городов, три сотни больших городов, достаточно больших. В двух сотнях из них есть бессмысленные ситуации, в которых надо просто поменять режим. Я спрашиваю, почему так плохо все. Говорят, да потому что чиновникам натлевать, они просто не хотят про это думать. То есть дело не в том, что нет человека, который это не понимает во всем городе. Нет, такой ситуации не бывает. Мы в Воронеже проезжали, там стояли 40 минут. Я говорю, это какой-то ад. Вы же понимаете, что здесь светофор надо вот так переключить. Да, конечно, понимаем, так попробуй это объяснить. То есть это ситуация человеческого фактора. Вот меня спрашивают, почему наука не применяется. Она не всегда не применяется, потому что она не работает. Иногда не применяется, потому что ее не дают применять. И причем это не злой ловусил, а просто идиотизм или нехватка времени. Вот на этой мажорной ноте я и завершаю.